Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня с вами Чайковский Андрей Иванович, директор Института овощеводства. И сегодня мы будем проводить посев семян капусты белокочанной на рассаду. В связи с тем, что капуста белокочанная холодостойкая культура, ее семена прорастают довольно быстро, за 6-8 дней, мы будем проводить посев необработанными семенами. Обычно рассада капусты белокочанной готова через 25-30 дней после появления сходов. Исходя из этого, определяют сроки посева семян на рассаду. Например, если в центральной зоне Беларуси мы высеваем позднюю рассаду в конце марта, то, соответственно, посев семян проводим в конце апреля. А ранее, если высаживаем рассаду в начале мая с частичным укрытием посадок, то ее проводим посев в начале апреля. Грунт для рассады можно готовить и самим, но обычно мы используем готовую смесь. Она изготавливается на основе торфа с добавлением макро- и микроэлементов. И это довольно сложная рецептура, поэтому мы все-таки рекомендуем использовать готовые смеси. Тут необходимо обращать внимание на показатели готовой смеси. Она должна быть не кислая, а нейтральной реакцией, pH примерно 6,5-7,0. Тогда она не будет повреждаться киллой, капустой и другими болезнями. Итак, приступаем к посеву. Мы высеваем семена в специальные кассеты. Заделываем семена на глубину 1 см. В каждую ячейку помешаем по одному семечку. Стараемся располагать, конечно, семечки посередине ячейки, но если попадает и по два, то ничего страшного. В дальнейшем, если получится все-таки два растения, мы более слабое удалим и оставим более крепкое. Итак, мы провели посев, сейчас мы должны присыпать грунтом. Мы присыпаем грунтом и немного уплотняем, но не сильно не утрамбовываем. После посева проводим мобильный полив, но обязательно должна быть температура воды комнатной температуры. После посева и до появления всхода мы поддерживаем температуру 20-22 градуса Цельсия, а после появления всхода снижаем ее до 6-8 градусов Цельсия на 5-7 дней. После того, как стабилизировались ростовые процессы, мы поддерживаем температуру днем 16-18 градусов Цельсия, а ночью 6-8. В домашних условиях это довольно сложно обеспечить, но если мы не проводим такие мероприятия, то рассада вытягивается. Для обеспечения хорошего роста нашей рассадой мы должны обеспечить доступ воздуха к корням, аэрацию. Для этого поливы проводятся редкие, но обильные. Для получения качественной рассады в фазе одного настоящего листа мы проводим подкормку. Для этого в 10 литрах воды растворяем 10 грамм аммиачной селитры, 20 грамм суперфосфата и 10 грамм хлористого калия. После проведения подкормки полива растений мы повторно поливаем обычной водой, чтобы смыть с листьев растворы удобрений. Если рассада растет неудовлетворительно, то также проводим вторую подкормку через 10 дней после первой. За неделю до высадки рассаду закаливают при температуре 8-10 градусов Цельсия. Стандартная рассада капусты должна иметь 3-5 настоящих листьев, быть приземистой. Перед высадкой рассаду обильно поливают. Надеюсь, мои советы были полезны, и вы получите качественную рассаду и хороший урожай. До свидания, до новых встреч!